Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Дан старт новогодним торжествам в Кумертау. В воскресенье 25 декабря состоялось открытие главной елки города. С наступающим горожан поздравили обезьянка Макаковна, символ 2017 года – красный огненный петушок и, конечно же, Дед Мороз со снегурочкой. Наблюдала за открытием елки и наша съемочная группа. До Нового года остается меньше недели. В Кумертау праздничным торжествам был дан старт открытием главной елки. В этом году мероприятие состоялось раньше обычного. Горожане такое решение поддержали. На площади собрались все, кто верит в сказку, верит в исполнение желаний и мечты. Хорошее настроение зрителям дарили артисты учреждений культуры города. Театральная постановка на современный лад пришлась по душе и взрослым, и детям. Зрители с интересом наблюдали за происходящим на сцене. Кстати, специально для того, чтобы зажечь огни на главной елке, из Великого Устюга приехали Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили горожан с праздником. Раз, два, три! Елочка, гори! Дорогие горожане и гости города, в наступающем году желаю вам здоровья, счастья, всего самого-самого наилучшего. И пусть в вашей жизни будут только хорошие моменты. Новогодние красавицы в этом году новые. И она жителям города понравилась. В этом году просто отменная. Первый раз такая. Просто неожиданная такая елка. Вообще, эти звездочки, так красиво. Ну, а всех горожан могу поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать всего хорошего, замечательного, удачи, успехов. Повеселились от души всех, кто пришел на праздник. У сцены желающие танцевали и вместе с вокальными коллективами пели любимые новогодние песни. Ну, а ребятишкам тоже было не до скуки. Для юных горожан построены горки, лабиринты, установлены карусели. Все постройки пользовались большим спросом. Порадовала в этот день и погода. Так что жители города с хорошим настроением открывали сезон зимних забав. Ну и каждый желал всем добра и мира. Я желаю горожанам в Новом году счастья, крепкого здоровья, чтобы у них сбывались все мечты, чтобы рожали побольше деток, чтобы они были здоровыми, чтобы молодые заботились о пожилых. Успехов, здоровья и благополучия в семье и личной жизни. Желаем счастья, любви, здоровья, чтобы каждый-каждый в этом году чувствовал себя очень счастливым. Поздравляю всех с Новым годом, желаю счастья, здоровья и всего самого хорошего. Я пожелаю, чтобы никто не болел, всегда было хорошее настроение и никогда не скучать. Счастья, успехов и всего самого наилучшего. Чтобы у них было все хорошо, чтобы у них были все желания. От пожеланий не остались в стороне и главный символ уходящего года и наступающего года. Я желаю кумертовцам, чтобы они вошли в 2017 год с хорошим настроением. Чтобы у них было отличное здоровье. Ну и вообще, всего самого хорошего. Ну а я с вами прощаюсь. Пока-пока. Ну чему горожанам пожелать в год петуха? Огненного, веселья, тепла, а главное благополучия, здоровья, мира, добра и всего-всего-всего наилучшего. Так весело кумертовцы отметили начало новогодних и рождественских праздников. Айгуль Мухаммедшина, Сергей Николаев. Новости. Кумертовская прокуратура продолжает проверки городских предприятий на предмет соблюдения закона об охране окружающей среды. Подробности узнаем, что называется, из первых уст. На связи с нашей студией находится старший помощник прокурора Гузель Дингизбаева. Здравствуйте, Гузель Гайзуловна. Раскройте, пожалуйста, подробности проверок надзорного ведомства. Здравствуйте. Прокуратура города Кумертал осуществляет постоянный надзор за соблюдением экологического законодательства. В конце октября текущего года поступила информация о том, что на территории промышленного предприятия «Нефтехимаш» в селе Маячный на территории расположены отходы и в том числе опасные. Какие отходы были обнаружены на территории предприятия? Прокуратура была организована проверка с привлечением контролирующих органов. Мы выехали и действительно обнаружили, что на территории завода «Нефтехимаш» промышленного предприятия расположены отходы возле складов, возле котельной, в том числе опасные отходы, такие как ртуть, содержащие лампы. Они относятся к первому классу опасности. В отношении ответственного должностного лица было возбуждено производство об административном правонарушении за несублюдение экологических требований при обращении с отходами. Кроме этого, руководству было внесено представление об устранении нарушений. По результатам проверки нарушения были устранены, отходы были утилизированы, таким образом и ответственные лица понесли наказание. Таким образом информация подтвердилась. Спасибо, Гузель Гайзуловна. Я напомню, у нас на связи была старший помощник прокурора Гузель Дингизбаева. Она рассказала о проверке соблюдения экологического законодательства. И к другим темам. Обновленная лыжероллерная трасса на минувших выходных приняла чемпионат и первенство Башкортостана по лыжным гонкам на призы главы администрации Кумертау. Соревновались в классическом и свободном стиле на дистанциях от 3 до 20 километров. Всего 16 заездов. Подробности в репортаже Константина Меркушева. Протяженность новой лыжероллерной трассы составляет 4 километра. Вдоль трасс установлены опоры освещения. Тренеры и спортсмены положительно отразивались о новой трассе. Отметили вторую петлю, где много подъемов и спусков. Я как бы белой завистью завидую Кумертаусам, что у них такая есть лыжная трасса. Но она до этого, еще в советские времена, гремела. Мы находимся здесь 5 декабря. Катались на этой трассе и тоже наблюдали, как устанавливали освещение. Последнюю работу проводили, тренировались. Правда, немножко погода подвела, холодно было. И сейчас принимаем старт. Любуемся вашей трассой, вашими подъемами, спусками. У нас в Салавате, к сожалению, таких подъемов нет. Трасса хорошая, мне нравится. Первая петля, например, она не такая сложная, как вторая. Там подъемов на второй больше. А на первой там, в общем, равнина. Ну, такие пологие подъемы. Все готово к проведению соревнований. И в субботу, 24 декабря, был дан старт первенству Республики Башкортостана по лыжным гонкам. На призы главы администрации. В соревнованиях приняли участие спортсмены всех возрастов. Как у юношей, так и у девушек. Всего в чемпионате приняло участие более 100 спортсменов. С разных городов Республики. В данный момент у нас, значит, приехали пять команд из Уфы. Есть представители Ишимбаи, Стрель-Тамака, Октябрьского, Ермекеевского района, Кургазинского района, Мелюз, Билибей. То есть практически все города, в которых развивается Республика Башкортостана, лыжный спорт, они все здесь представлены. Причем представлены самыми сильнейшими лыжниками. В первый день соревнований на старт вышло 90 лыжников. Они соревновались в классическом стиле. Дистанция для всех возрастов разная. От 3 до 20 километров. Стоит отметить, это первое официальное соревнование в этом году по Республике. Эти соревнования являются первыми этапами отборки. Отбор на соревнования Привозского округа. И также это будет первый этап для комплектования сборных команд Республики Башкортостан по каждому из этих возрастов. Кроме всего прочего, по окончанию этих соревнований спортсменам будут присваиваться спортивные разряды. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Отмечу, что по итогам соревнований кумертаусцы взяли два призовых места. В юношеском разряде на дистанции 10 километров и среди девушек на трехкилометровой трассе. Результаты опубликованы на сайте городской мэрии. И это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова